Дорогие друзья, после небольшой паузы мы снова вместе, а я один у барной стойки, а значит в студии и гости. Я рад представить Нону Бахареву, президента благотворительного фонда «Будем милосердны». И мы сегодня поговорим, наверное, о самом важном, о самом ценном, о семейных ценностях. Как началось ваше утро нового дня? Утро как началось? Очень сложно. Для меня утро это медленное пробуждение, готовить завтрак сыновьям, мужу, проводить их на работу, на учебу и само идти на работу после этого. Видишь, с самого утра вот такие семейные ценности, встать пораньше, приготовить завтрак, это действительно важно. Но и сегодня мы обсудим эту тему. И хотелось бы напомнить, что поправки у нас в Конституции произошли, которые касаются и семейных ценностей, в том числе защиты и поддержки. Как вы считаете, как сохранить эти ценности и что нужно делать для того, чтобы их укреплять как можно, так скажем, крепче? Ну, во-первых, я думаю, что все-таки менталитет наш, он немножко отличается от других стран. И мы с вами своих детей вырастили в традиционных семьях. И для нас мама – это мама, папа – это папа. И я вообще выросла в семье грузинской. И вы знаете, как на Кавказе ценятся родители, бабушки, дедушки. И очень важно уважать старшее поколение. Мои мальчики также вырастили, взрослые парни, которые любят прекрасных девочек и планируют завести детей. И я надеюсь, буду прекрасной бабушкой для своих внуков. Унелла Гуджевна, а сколько у вас сыновей, если не секрет? Два сына. Два сына? Да. Как вы считаете, что самое важное в воспитании именно сына? Как будущего защитника семьи, защитника отечества? Ну, вообще, для мальчиков, конечно, важно видеть пример. Потому что, когда папа ухаживает за мамой, и когда в семье есть любовь и отношения, я думаю, что мальчики всегда будут относиться к своим женщинам тоже так же. Но семьи бывают разные, опять же. И вот эта история, о которой вы говорите, да, и пока еще не принята эта поправка. Владимир Владимирович имел в виду, что слово семья, она как бы подразумевает в целом совокупности. Это и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы, и дети. Потому что семьи разные бывают, и, конечно, по разным ситуациям может отсутствовать мама или папа. Ну, всякое же бывает в жизни. Речь идет о браке. И я думаю, что в нашей стране родитель номер один и родитель номер два в априори быть не может абсолютно. Я думаю, что наше общество никогда это не примет, потому что мы воспитываем по-другому. Но чаще такое случается, знаете, где уничтожается вера. Вот любая вера, какая бы она ни была. У нас много конфессий в Крыму. И если есть культура в семье, и ребенок воспитывается в правильной ситуации, и вы читаете много, и говорите, и вы являетесь образцом для своих детей, в принципе, я не думаю, что стоит беспокоиться. Все у вас хорошо. К сожалению, практика такова, что очень много разводов, они есть, от них никуда не деться. И мне хотелось бы узнать, вот в свете последних событий, чего не хватает в нашей стране для того, чтобы каждый брак был намного крепче. Может быть, какие-то институты, может быть, какие-то курсы, может быть, какое-то просвещение? Вы знаете, я когда-то закончила курсы в голландской акушерской школе. И мы именно учились, мы являемся инструкторами по подготовке семейных парк родом. И больше говорим, всегда говорим о нормах, хотя имею медицинское образование и знаю, что такое ненорма. Но мы говорим всегда, беременность – это здоровье. И мужчина должен понимать, что происходит с женщиной в процессе изменения. Вот часто, если вы обратите внимание, возникают какие-то трения в семье, когда есть какое-то недопонимание. Или брак и семья – это труд, великий труд. Вы же не думаете, что вас просто так кто-то обязан любить? Или мужчина должен почему-то думать, что его обязаны любить. Любовь, она возникает, вот почему-то вдруг она возникает, и на протяжении многих-многих лет очень важно ее пронести и сохранить. Я обожаю, всегда говорю о сказке «Экзюпери», «Маленький принц», и мои дети росли на этой сказке. И всегда говорю, что дети, помните, вот роза увянет, если вы перестанете за ней ухаживать. И то же самое девочке. То есть любить, беречь, понимать. Мы все женщины, и мы понимаем тоже, что с нами происходит. Вот в наших курсах мы рассказываем мужчинам о том, как поддержать женщину в данной ситуации. И он к этому относится нормально. У нас есть такой центр, где мы проводим такие курсы по подготовке к родам. Наверное, нельзя ее называть, потому что у вас это будут рекламы. В любом случае, это очень важно, что такие курсы есть. Я думаю, что те, кто знает или не знает, обязательно их найдут. Анна Гуджевна, я бы, наверное, назвал вашу семью такой образцовой, потому что красивая женщина, красивые дети, вы счастливы, это видно по вашим глазам. Скажите, пожалуйста, в чем секрет на завершение нашей беседы, в чем секрет любви и в чем секрет счастливой семьи? Я всегда говорю, что нужно любить жизнь, любить своих близких. Я только сейчас работаю со студентами, мы проводим лекции по профилактике рака молочной железы и вообще говорим о женском здоровье. И я девочкам всем говорю, любите себя, свое здоровье и берегите своих близких. Вот это, наверное, должно быть, я не знаю, какое-то правило в вашей жизни. Просто живите с любовью. Больше ничего не нужно. Большое вам спасибо за добрые слова, за то, что пришли к нам в эфир. Я напоминаю, в гостях нашей студии Нонна Бахарева, президент благотворительного фонда «Будем милосердны». Спасибо вам еще раз. Спасибо вам. Ну, а наш эфир продолжается. И хотелось бы отметить, что кроме всего, что мы только что назвали и перечислили, еще важно поддерживать друг друга и интересы в том числе. Кстати, о интересной забаве, о вязании и о том, кто этим может заниматься, только ли женщины, расскажет Стефан Филатов.